Ну что ж, сегодня будет очень простой рецепт, ну и конечно же он будет и из куриной грудки, потому что все любят почему-то филе. Я не знаю почему, но давайте попробуем, мне самому даже интересно, обычно я подобного рода штуки делаю из мякти бедра или голени. Но может быть сейчас произойдет что-то такое и я скажу, да-да, филе, блин, это единственное подходящее мясо для таких вещей. Я готовить буду стрипсы. Сначала подмариновать нужно курочку, ну то есть конечно филе, как я уже сказал, у меня здесь три грудки, а их было три штуки в пакете, поэтому там доставать одну из другой, варить суп или еще что-нибудь так тоже можно, но я решил, что почему бы нам не сделать из всех. Вот такими кусочками режем вдоль, складываем в тазик. Если вдруг здесь какой-то кусочек остается, но не обрезать же его, тоже отправляем сюда. Зачищаем курицу по возможности от всех жилок и каких-то вот подобных вещей. Пленок там, что под руку попадается, все зачищаем. Режем всю курицу вдоль на длиннющие вот такие вот ломтики. Маринад. Обязательно черный перчик, обязательно соевый соус. Не ради соли, а ради вкуса. Обязательно чуть-чуть соли. Нужно добавить сюда цедру лайма. Терка у меня конечно не очень подходящая, но надеюсь лайм жесткий и цедра все-таки будет натерта. Так как панировочные сухари у меня совершенно без вкуса и аромата, то нам следует держаться такого правила. Сделайте курицу вкусной внутри. Сверху будет просто хруст. Лайм очень пряная штука, поэтому будьте аккуратны. Я, пожалуй, вот ограничусь одним кусочком, одним зубчиком чеснока. Но нет у меня настроения офигачить сегодня чесночную курицу. Сделаем приятные курочки. У меня есть горчица, острая горчица. Пол столовой ложки. Смотрите, я на свой вкус. Вы можете добавлять сюда кинзу, можете добавлять сюда лук, можете пюре из лука делать, добавлять сюда чеснока много, горчица, ворчестер и так далее, и тому подобное. Я же, смотрите, делаю щадящий, очень нежный, ароматный, вкусный маринад. Ворчестер, welcome! Взбалтывайтесь. Но не смешивать. О, какой пряный гвоздичный аромат пошел. Классно! Все. Курица посолена, размешана. Запах великолепный, великолепный. Так, я же специально перчаточку одевал. Знаете, для чего? Для того, чтобы хорошенько вымесить курицу. Все-таки, вот знаете, белочек, чтобы немножко пошел. Нам ее не надо клеить, но нам нужно, чтобы к ней все приклеивалось. Конечно, нам помогут яйца и мука, но все-таки, знаете, ускорить процесс проникновения вкусов внутрь курицы. Он помогает как раз в руках с перчаткой или в перчатке. Да, кстати, еще кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Буду вам премного благодарен. Низкий поклон всей души и моего мягкого и доброго сердца. Класс! Все, это мы в мусор. Чеснок нам не нужен, но смотрите, что мне нужно. Сырое яйцо мне нужно для того, чтобы помогать приклеивать всю эту шнягу. Панировку. Тут недостаточно просто панировки, да? Помните, я сказал, что можно ее оставить, и она у нас не имеет ни вкуса, ни запаха. Только имеет красивый, яркий, желтый цвет. А можно, знаете, что? Взять очень-очень твердый сыр. Берем сыр и аккуратно трем, разбрасывая по всему столу стружку. Трем сыр правильно в панировку. Далее по плану перемешивания. Теперь нужно аккуратно перемешать, опять же разбрасывая по столу крошки. Панировку с сыром. Все, панировка с сыром перемешана, видите? Там кусочки сыра попадаются. Так, теперь... Никогда так не делайте. Сначала вынимайте противень, а потом ставьте духовку на прогрев. А не так, как я сейчас, вот наоборот, сделал. Непрофессионально, неграмотно. Как вообще могло такое произойти? Никакого фритюра, давайте, сегодня не будет. Фритюр будет в следующий раз. Яйцо можно добавить, каплю молока, чуть-чуть воды, соевого соуса, чего угодно. Пододвигаем все вместе. И теперь погнали. Все, теперь следует... Что сделать? Сначала следует... Вот так выбирать, вот такие полосочки. Отправлять их в муку. Сначала мы убираем лишнюю влагу с помощью муки. Потом мы увлажняем с помощью яйца. Гениально, да? Потом в панировочку. Все, что прилипло, то прилипло. Сыр, сухарики, все дела. Оп, и получаются вот такие червячата. Покороче, подлиннее. Разные, короче. Вот. В общем, противень берите побольше, чтобы побольше влезло вот куриных, так сказать, вот этих самых стрипсов. Или как их по-русски можно назвать. В духовке будет, вот у меня тут... Нет, давайте градусов 200. Градусов 200 и по времени, ну давайте, для подстраховки 10. Я посмотрю, что будет за 8, потом скажу. За это время мы быстренько готовим соус. Значит, для соуса мне понадобится разная зелень. Какая есть, то и используем. Значит, в моем случае это кинза и зеленый базилик. Мелко-мелко-мелко-мелко-мелко. Рубим все, превращаем в единую массу. Соус должен быть зеленый. Очень круто получается, если вы, например, добавите в соус, помимо там укропа, не знаю, петрушку, что вы любите. Добавьте мяту, только не сушеную. А мяту давайте добавлять свежую. Йогурт. Греческий йогурт, плотный такой, мощный. Жидкий, питьевой не берите. Будет у вас, будет у вас айран вместо соуса. Значит, вот сюда стоит отправить всю зелень. Вот таким образом. А на досточки мне нужно разделать один небольшой зубчик чеснока сырого. Для вкуса аромата его можно раздавить на чеснодавке. Я же буду делать вот так. Сначала нужно нарезать такими дольками. Затем посыпать солью обильно. А потом обухом ножа вот таким образом растереть чеснок в пасту. И продолжить делать то же самое еще один или два раза, пока чеснок не превратится в однородную массу. А если попадается еще немножко зелени, которая все это превращает в однородную пасту, в такую классную, которую не нужно делать ни в чем другом, кроме как на доске. Все. И эту чесночную пасту мы куда отправляем? В соус. Во-первых, у нас там соль. Во-вторых, немножко оливкового масла. Да, и для остроты немножко табаско. Пару капель, до этого будет достаточно. Сам добавил 4. Все, густой йогуртовый соус у нас превратился вот в такую вот травянистую, ароматно-чесночную и слегка пикантную от табаско массу. Поэтому еще раз говорю, для таких соусов берите обязательно греческий йогурт. Дуся, я понимаю, что ты подсказываешь мне такая, типа, да, да, греческий берите. Пора вынимать наши стрипсы из духовки. Дуся, кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Все, Дуся, иди. Иди, Дуся, пора вынимать. У нас уже все готово. Нельзя долго держать. Даже не надо дожидаться, пока они там коричневым каким-то станут. Просто схватились. Все. Все складываем на тарелку. Длинные вниз. Те, что покороче, наверх. Ну и маленький соусничок. Сюда перекладываем соус, в который дип, соус, макало, как угодно, в общем, назовите. Потому что это вот прям то, что должно стоять рядом со стрипсами. Потому что, да, кстати, для какого-нибудь антуража можно посыпать чем-нибудь цветным. Можно там щепотку черного перца какого-нибудь. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Вот. Я, значит, вот эту попробую. Хруст есть. Чего я требую заказать. Чеснок не сильно бьет, потому что очень много зелени. Соус получился яркий, пряный. Остроты не чувствуется, потому что там эти 4 капли. В молочном продукте капсайцин нивелировался. Вот смотрите, большие противни, парочку. Накидываете. Мясо можно замариновать с вечера. Лучше всего делать курицу. Фильм садитесь вечером смотреть. Посиделки. Это как чипсы. Стрипсы. Вот не знаю, не знаю, почему их так называли. В общем, блюдо простое, прикольное, хрустящее и очень вкусное. Пока. Лайки там. Все, комменты, все. Пишите от души. Благодарю. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok